День добрый, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами продолжаем лекцию на тему учет запасов и будем рассматривать основные четыре вопросы, которые показаны на слайде. В целях налогообложения учет запасов ведется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства ИРК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Согласно МСФО 2, запасы раскрывают подход к оценке запасов и порядок расчета их себестоимости. Товарно-материальные запасы – это просто запасы или просто запасы, это активы сроком службы менее одного года, участвующие в деятельности предприятия, в том числе в производстве и переносящие свою стоимость на себестоимость готовой продукции, товаров, работы и услуг полностью и, как правило, единовременно. К товарно-материальным запасам относятся сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, тара и тарные материалы, запасные части, прочие товарно-материальные запасы, незавершенное производство готовой продукции, а также товары. Запасы, как и любой актив, они отражаются в учете при наличии следующих критерий в признании. При вероятности получения экономической выгоды по данному объекту в будущем. Второе – это при возможности оценки фактических затрат на приобретение или производство. Оценка запасов по себестоимости производится по методу FIFO и средневзвешенной стоимости. В момент приобретения ТМЗ учитываются или же оцениваются, или же, мы говорим, признаются в учете по фактической себестоимости их приобретения, которые включают в себя затраты по приобретению, по товарно-транспортным заготовительным расходам, расходы по доставке ТМЗ к месту назначения и другие затраты по приведению запасов в надлежащее состояние. В дальнейшем товарно-материальные запасы учитываются по следующим методам оценки ТМЗ. Метод средневзвешенной стоимости, то есть при этом методе для определения себестоимости реализованной партии ТМЗ сначала необходимо найти среднюю себестоимость одной единицы, а затем умножить ее на количество проданных единиц. Метод FIFO, то есть от английского first in, first out, что означает первый пришел, первый ушел, то есть сначала продается товар из первой покупки, когда заканчивается из второй и так далее. Метод специфической идентификации, то есть при применении данного метода учет ведется отдельными партиями, каждая партия по своей цене. Применяют тогда, когда товар не взаимозаменяем, то есть это может быть на примере антикварный товар, либо это может быть автосалон и так далее. Документальное оформление движения материалов проводится, во-первых, ТМЗ на предприятии в основном мы с вами знаем, что поступают от поставщиков и с ними же поступают также расчетные документы, это счета, фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные, а приемку ТМЗ ведет материально ответственное лицо, то есть заведующий складом. В качестве приходных документов оформляются также приходные ордера. Для учета движения ТМЗ внутри предприятия применяется накладная на внутреннее перемещение материалов и для приходования запасов, полученных при разработке и демонтаже зданий или же сооружении, пригодных для использования. При производстве работ применяется акт о приходовании запасов, полученных при разборке и демонтаже основных средств. Материальные ценности также, которые требуют для производства, периодически или однократно отпускаются со склада по требованиям накладным. Документальное оформление движения материалов при поступлении, при перемещении, при выбытии оформляются следующими документами, которые отражены на слайде. Установленные на предприятии сроки все документы о движении ТМЗ предоставляются в бухгалтерию предприятия и на получение материальных ценностей и доставку их на склад работникам службы снабжения выписывают доверенность. Синтетический учет товарно-материальных запасов ведется в бухгалтерии и для этого в типовом плане счетов предназначен счет подраздела 13-00, который включает в себя счет 13-10 серио и материалы, 13-20 готовая продукция, 13-30 товары, 13-40 незавершенное производство и 13-50 это прочие запасы. Счета данного подраздела являются активными, поэтому дебет показывает остаток материалов на складах на начало и конец периода. Дебет отражает поступление, а кредит отражает в убытии материалов. Кредитовые обороты по счетам 13-10 и 13-50 они отражаются в журнале-ордере номер 10. И инвентаризация товарно-материальных запасов осуществляется не менее одного раза в год. Примеры корреспонденции при учете товарно-материальных запасов они приведены на данном слайде в журнале хозяйственных операций. Спасибо за внимание.